Родился я 20 июня 50-го года. Мама у меня верующая была, Царствие Небесное. Она участница войны, как и папа, фронтовик. Учили меня всегда добру. До 7 лет мама научила 7 заповедей. Не убей, не украдь, ложно не говори, не прелюбодействуй, не засвидетельствуй, не желай другому, чего себе не желаешь, не желай чужой жены. Ну вот я нарушил заповедь, не суди и не будешь судим. Но там нельзя было по-другому. Избили человека. И что это все это продолжаться будет? У нас не Кущевка, а все-таки нормальная демократическая жизнь, как называл Горбачев. И пришли к тому, что власть народа. Но это не власть народа, когда избивают человека, который не заслужит такого избиения. За это 12 лет надо давать. А им, они наоборот, осудили этого пацана несчастного. Я, значит, нарушил то, что не судим и не будешь судим. Это все нормально все. И Ян Креститель, когда Ирод хотел жениться на братовой жене, А Иоанн Креститель сказал, нельзя жениться на братовой жене. Вот. А дочь этой жены сказала, сплясала, танцесвала и сказала. Вот. Он, значит, Ирод говорит, желай, что ты хочешь от меня, от меня, за то, что ты развлекала хорошо людей. Она говорит, Иоанн Креститель, голову на блюдечке. Ну, ему ничего не оставалось делать, как согласиться. Он и не хотел отрубать Иоанну Крестителю, который крестил Иисуса Христа. Но все равно отрубили. Но голова его говорила, нельзя жениться на братовой жене. Она все равно говорила, вот я воспитан на таком. И я говорю, что нельзя избивать человека. Он дальше будет. Пускай другим будет неповадно, чтобы они знали, что за это все равно Господь накажет. И понесут они наказание. Ну, на этом все. И я желаю, чтобы Макин был, присутствовал в суде. Я ему хочу в глаза глядеть и говорить о нем, кто он на самом деле.